Политеизм Из одного из идеологов политеизма, друида Джона Беккета. И вот с этими отдельными независимыми личностями практики, те или иные практики языческие, практики-язычники способны выстраивать личные отношения. Это тоже цитата из него же. Enter personal relationship. Политеизм имеет надконфессиональную природу, то есть с позиции политеизма могут выступать представители самых разных языческих религий. От Вики дуидизма и анимизма до славянского язычества. С начала 2010-х годов, преимущественно в США, формируется группа авторов, духовных лидеров и интернет-инфлюенсеров, которые активно продвигают программу мистического политеизма. Devotional Politeism – не очень удачный перевод названия. Devotion – это преданность, преданные служения, почтение, почитание. Ну вот как-то так вот мистический политеизм. В настоящий момент можно говорить о том, что политеистический импульс внутриязычества куда шире. То есть в частности я вижу какие-то аналогичные процессы, которые происходят в отечественном языческом спектре. Хотя само язычество по определению может восприниматься широкой публикой как многобожие, то есть как полемический отказ от традиционных для западных культур монотеистических религий в пользу представления о существовании многих богов. На протяжении большей части истории современного язычества, то есть от античного неоплатонизма, это протоязычество, до второй половины XX века, всегда присутствовали очень сильные монистические, если вовсе не монотеистические тенденции. В XX веке, когда складываются современные языческие религии, используется целый ряд стратегий, которые позволяют примирить привычное представление о божественном единстве и верховной власти некоего высшего божества с существованием спектра божественных сущностей, которые выступают в роли подчиненных сил. Огромную роль в таком конструировании божественного мира с 70-х годов XX века начинает играть теория архетипов Юнга, которая позволяет, по словам Ханнеграфа, одновременно психологизировать сакральное и сакрализовать психологию. Влиятельные труды представительниц духовного феминизма, таких как Стархоук и Кэрол Крайст, и традиционные вики, таких как Дорин Валиэнта и Вивиан Кроули, становятся выражением теологической позиции так называемого архетипализма. То есть, грубо говоря, богов уравнивают с юнгианскими архетипами, это не означает, как противники архетипалистов заявляют, это не означает сведение, редукции богов к каким-то образом в душе, но, тем не менее, здесь психология все равно выступает на первый план, и то, что называется self-centered paganism, язычество, которое имеет основу своей самость, оказывается таким полемическим другим, против которого восстают современные политеисты. В результате, начиная с 2000-х годов, формируется довольно развитая теологическая программа политеизма, которая в настоящее время представляет собой наиболее заметное влияние в интеллектуальной жизни язычников в самых разных культурах, но, главным образом, сейчас можно говорить, конечно, о явлении англоязычном в большей степени. Вот, собственно, предыстория небольшая, извините, да, примерно с начала 2000-х годов начинают появляться публикации и в качестве книг, и интернет-ресурсы, которые непосредственно посвящены политеизму, появляется сам этот термин. Языческий богослов Кристин Хофф Кремер в 2012 году, которая написала такую попытку учебника современного языческого богословия, она определяет эту позицию, она это называет жестким политеизмом, hard politism, она характеризует эту теологическую позицию следующим образом. Это точка зрения, согласно которой боги являются объективно существующими независимыми личностями, с которыми людьми могут вступать в отношения, да, я уже говорил. Такая теологическая позиция представляет собой известное исключение в современном язычестве в том смысле, что это единственный пункт веры, по поводу которого в разных группах язычников возникали серьезные споры. То есть я здесь поясню, долгое время язычество воспринималось как религия без веры, то есть как бы единственное, что объединяет разных людей в языческом контексте, в какой-то группе, это ритуал. То есть ритуал, эффективность ритуала, при том эффективность, насколько он удовлетворяет того или иного человека, вот это важно, остальное не так важно, будь ты хоть атеист, никто не будет тебе лезть в душу. А здесь вот внезапно становится важна вера, то есть важно убеждение. И постепенно начинается формирование групп именно по принципу веры. Примечательно, что хотя полемика вокруг жесткого политеизма часто ведется как полемика о вере, возражения, которые предъявляют сами жесткие политеисты к практике мягких политеистов, касаются вопроса о том, как вера влияет на практику. Для жестких политеистов практика мягких политеистов, особенно такая практика, в которой боги рассматриваются как взаимозаменяемые архетипы, в равной степени менее эффективны и неуважительны по отношению к богам. Язычники часто говорят о ритуалах, на которые боги не пришли, не ощущалось движения энергии, чувства соединения или присутствия, а участники возвратились домой примерно в том же ментальном и эмоциональном состоянии, в каком пришли на ритуал. Жесткие политеисты верят, что такой нежелательный результат получают там, где язычники не понимают природу богов. Жесткие политеисты обычно ощущают богов как могущественных существ, обладающих вполне определенными желаниями и стилями поведения, а также историческими связями с определенными традициями, культурами и территориями. Для того, чтобы установить связь с богиней или богом, сформировать с ними отношения, жесткие политеисты исследуют ритуалы родной культуры божества, черпая вдохновение в первую очередь в ней. Ну, я в статье и в своей книге анализирую взгляды таких политеистов, как Джон Беккетт, которого я уже упоминал, как Галина Краскова. Галина Краскова, соответственно, она работает в русле скандинавского язычества. Джон Беккетт, он друид с целым рядом, так сказать, определенных аффилиаций. В общем-то, я, опять же, я уже достаточно сказал, так скажем, в общем о том, как языческие практики воспринимают вот эту вот программу, как она сложилась где-то к середине десятых годов. Здесь я попытаюсь посмотреть на четыре больших сочинения, которые выходили с 2005 по 2020 годы, и посмотреть, каким образом политеизм конструируется как некая программа, не просто теологическая, да, не просто внутренняя для внутреннего пользования язычников, но как, в общем-то, программа более широкая, в том числе политическая. Собственно, наиболее, я так для себя назвал сам этот жанр, политеистической апологетикой. То есть в этих сочинениях авторы выступают перед воображаемыми оппонентами. Эти оппоненты, с одной стороны, это люди вне языческого спектра, это просто человек с улицы, которого автор подозревает в монотеистических предрассудках, в приверженности представление о том, что религия – это по умолчанию монотеизм, ну и, соответственно, это противники внутри самого язычества, то есть архетиполисты, мягкие политеисты и так далее, и так далее. И вот наиболее ранним примером вот такого жанра – это, наверное, книга Джона Майкла Грира, это американский друид, церемониальный маг, необычайно плодовитый автор, который пишет на самые разные темы в русле эзотеизма современного язычества. Книга называется «Мир полный богов. Исследование политеизма». The world full of gods, a case for polytheism. Вот это вот подзаголовок «A case for polytheism», то есть буквально выступление, как сказать, выступление в суде, в защиту или в пользу, в данном случае, политеизма, он повторяется в нескольких довольно обширных трактатах. Это последние годы. Это 2005 год. С самого начала Грир отвергает тотализирующие претензии тех видов религиоведения, то есть он начинает с религиоведения 19-20 веков, которые пытаются рассмотреть за множеством духовных и религиозных традиций человечества либо следы премордиального монотеизма, либо тенденцию к монотеизму, то есть как развивается от более примитивного к более развитому, соответственно монотеизму, то есть что-то более развитое. Либо он также выступает против традиции, которые нам известны по Рудольфу Отто, против тенденции отыскивать некое одно сакральное, которое, так скажем, подлежит всем религиозным опытам человечества. Проблема, согласно Гриру, всех этих подходов в том, что это редукция, которая убивает действительно многообразие традиций с одной стороны, а с другой не дает увидеть многообразие внутри самого монотеизма. Критика Грира начинается именно с науки о религии. Он рассматривает политеизм как возможную замену скрытым монотеистическим предпосылкам, которым встречает дисциплина. То есть если обычно мы как религиоведы говорим о том, что у нас некий методологический агностицизм, методологический атеизм, Гриер говорит, нет, вы не верите, конечно, в Бога, но вы не верите в одного Бога. То есть в данном случае он пытается вообразить политеизм, если угодно методологический политеизм, как некую альтернативу именно для того, чтобы мыслить о религии как таковой. Соответственно, Гриер критикует остатки эволюционизма, которые до сих пор можно встретить в истории религии. То есть религии с одним Богом, который всемогущий, всеведущий, обладает набором абстрактных превосходных качеств, представляются более прогрессивные или более развитые по сравнению с архаическими или племенными, или индигенными в английской номенклатуре, ну и, соответственно, политеистическими религиями. Гриер предлагает следующий мысленный эксперимент. Христианский Бог появляется в небесах перед всем человечеством и во всеуслышание объявляет, что богословы, описывая его, немного ошиблись. Он не совсем всемогущий, он не может нарушить законы физики, и не совсем всеведущий. Он не знает в точности, какой выбор сделает человек. В остальном, говорит Господь, христианские богословы правы. Неужели, спрашивает Грир, на этом основании христиане отвернутся от Бога? Но это значит, что абсолютность божества вовсе не обязательно означает, что это божество привлечет в себе большую часть информированных и образованных людей. С другой стороны, продолжает автор, как на основании этого откровения воображаемого поведут себя греческие поклонники нимф или японские жрецы культа предков? Откажутся ли они от своих культов в пользу вот этого большего Бога? Грир отвечает, что, скорее всего, если их вера удовлетворяла их прежде, они продолжат свое служение, не обращая внимания на новую эпифанию. Потому что, соответственно, вот это их служение удовлетворяет именно их религиозный запрос. Автор заключает, в вопросах веры множество не всегда на стороне большего Бога. Вот тоже интересная такая цитата, он говорит, «Западные работы по теологии, философии и религии довольно часто утверждают, что религиозные потребности человека требуют божества, которые не просто могущественны, но всемогущи, не просто мудры, но всезнающие и так далее. Подобные заявления характерны не только для верующих, они часто встречаются в книгах, написанных убежденными атеистами, «Эта любопытная позиция от нее веет чем-то вроде духовной гордыни. Так ли различается желание, чтобы тебя спас самый лучший из возможных богов и желание ездить только на самой лучшей машине?» Здесь, при том, это не просто такой удачный поворот мысли. У политполитеисты, как правило, принадлежат к левому спектру, к политическому левому спектру. Для них капитализм – это зло, консумеризм – это зло. И не только потому, что он убивает природу, так скажем, портит экологию, но и потому, что он, соответственно, является источником отчуждения. Грир встраивается в продолжавшуюся в конце 90-х, в начале нулевых годов, в богословском сообществе Америки, полемику о политизме, которая велась богословами, то есть вполне себе, вне какого-то языческого контекста. Вот один из авторов этой полемики, Джордж Мавродес, в 2000 году выделил целый ряд политистического понимания бога и мира. Здесь речь идет не о современном политизме, а вообще политизм как таковой, как явление историческое. И Грир очень, так скажем, цепляется вот в эти пункты. Я перечислю, просто не очень раскрываю. Во-первых, это реализм, то есть понятно, боги реальны, то есть бог – это не проекция, бог – это не недостаток знания, бог – это вполне реальное существо, как кошка, собака, человек и так далее. Далее, чистый дескриптивизм, то есть вот этот термин «бог» является просто дескриптивным термином, то есть это не собственное имя, это не нечто, то есть это не какая-то уникальная, соответственно, у монотеистов все наоборот, бог – это бог, то есть это не класс, это, так скажем, наименование единственного существа или не существа в своем роде, чего-то в своем роде. Дальше, плюрализм – это совершенно понятно, то есть множество агентов, которые действуют самостоятельно, и которые, так скажем, не выстраиваются в иерархию. Соответственно, фенитизм, то есть в том плане, что всемогущего бога нет, потому что их много, у каждого какая-то своя сфера компетенции, у каждого свои ограничения. И общий мир, то есть все эти боги населяют общий мир. Нового ли это, даже с точки зрения как бы религиоведения? Да нет, это совсем не нового, о чем-то похожем говорил еще Ехискель, простите, Кауфман в 30-е годы, то есть он тоже проводил разницу между монотеизмом и политеизмом, именно по этому принципу, но он еще вводил некий общий агент, то есть какая-то жизненная сила, от контроля которой зависит существование богов и людей в политеистических культурах. Что интересно, нигде у современных политеистов вот эта сила почему-то не появляется. Мне кажется, это связано с их персонализмом, с этим желанием, как говорит Джон Беккетт, дать богам первое место. Признавая, что в историческом развитии политеизм действительно проявляется в разных формах, Гриер, тем не менее, признает только один тип политеистического воззрения на божество, как собственно политеистический парокселянс. Это то воззрение, которое взято в качестве отправной точки современным жестким политеизмом. То есть здесь, я не буду цитировать, самое главное – это отсутствие верховного бога. Никакого верховного бога нет. Есть боги более могущественные, менее могущественные, но у них нет никакой божественной иерархии. Это тоже крайне важно именно для современных политеистов. Вот этот объективистский пафос, о котором я, соответственно, уже говорил, тоже который очень сильно контрастирует с тем, что прежде мы слышали из языческого спектра. То есть в данном случае религия – это не просто прагматическое какое-то занятие, лишь бы оно тебя удовлетворяло. Не важно, кто Иисус, Ямайя, Один или просто энергия, божественный свет. Нет. Ты заблуждаешься, если ты так делаешь, а твое заблуждение будет иметь свои последствия. Но тем не менее, при всем при том, уже у Грира появляется другой любопытный момент, который делает это послание политеистов более универсальным. То есть он просто банально говорит, что монотеисты-то они вовсе не так, что они верят в какую-то абстракцию, в какую-то химиру. Нет, они верят во вполне реального бога. Другое дело, что он не может быть всемогущим, он не единственный. Ну просто он вот такой ревнивый, он, значит, вот то-то, то-то, то-то сделает. И чем быстрее монотеисты это признают, тем лучше. Потому что тогда, соответственно, они смогут быть более толерантными, они смогут как бы уживаться с другими культурами, перестанут миссионерствовать и так далее, и так далее, и так далее. Значит, вторая книга, к которой я хотел бы обратиться. Время еще есть? Немного. Тогда я сразу обращусь к третьей книге, потому что мало нам, что даст книга моего знакомого Гуса Дезерега, калифорнийского политолога, очень интересный человек. Я обращусь к книге, которая написана под псевдонимом Кадмус, напечатана в 2018 году. Она называется «Верные земли. Языческая политическая теология». В данном случае здесь меня будет интересовать его политика. То есть, каким образом он выводит импликации для политической жизни человечества из политеизма. Опять же, я повторяю, речь идет о левой платформе. Притом Кадмус, он левый по сравнению с Гриром, по сравнению с Гусом Дезерега, тем более, который скорее как бы такие центристы. Ну, соответственно, только к концу книги он, собственно, переходит в политической теологии. Начинает он с понятия прав. Согласно автору, представление о правах человека является следствием не просто монотеистической метафизики, но протестантской этики и духа капитализма, который обращает весь мир в арену для хозяйственного освоения планеты в целях обогащения экономических агентов. Либо естественными правами не обладает никто, либо этими правами обладает все, что бытийствует на планете. На самом базовом уровне, пишет Кадмус, существует лишь одно естественное право, и оно разделяется всеми вещами. Тейнс. Право существовать в качестве процесса самовыражения. Это право неразрывно связано с обязательством. Обязательством уважать существование и самовыражение всякой вещи вокруг меня и способствовать им. Иногда это обязательство будет предполагать убийство и разрушение, но только в качестве службы более высокому выражению бытия. Чаще всего оно будет включать в себя заботу и уход за миром и космосом, детьми которого мы являемся. Соответственно, из такого представления проистекает особое отношение к понятию собственности. Собственности не существует, вместо нее предполагается партнерство человека и его окружений. Яблоня, которую человек выращивает, воспринимается не как принадлежащая человеку сырье или вещь, но как сущность, обладающая своим правом на самовыражение. Уничтожение других членов космоса, согласно Кадмусу, необходимо в процессе их существования, но такое уничтожение всегда предполагает ответственность. Автор, естественно, не вдается в детали, что именно он понимает под ответственностью. Говоря о регуляции человеческого общества, взаимосвязи политики и этики, Кадмус обращается к понятию ценностей. Именно на ценности основан его идеал так называемой этики добродетелей, virtue ethics. Это вообще тоже такой слоган, который очень широко сейчас гуляет по языческому полю. Наследование определенным правилам, это не следование определенным правилам, это воплощение добродетелей, то есть определенных ценностей. И вот почему это важно. В числе древнейших форм ценностей, пишет Кадмус, боги и богини, чье сияющее присутствие придает самой реальности определенный аспект и определенную форму. С доисторических времен, когда ценности начали взывать к человечеству, они стали взывать голосом божеств. Когда древние герои проявляли доблесть и добродетель, считалось, что они воплощают кого-то из богов или вдохновлены ими. Они становились действующим телом ценности. Если более поздние этические системы будут пытаться редуцировать все действия к разнообразным общим и универсальным принципам, языческая этика всегда оставалась контекстуальной и частной. Именно вызов конкретной ситуации, который дает возможность той или иной ценности просиять в данный момент, определяет, какую именно ценность или добродетель мы будем или не будем проявлять. Боги являются в конкретных обличьях, они требуют от нас определенных ответов на события, среди которых мы оказываемся в отсутствии самой возможности общих правил или универсальных моральных законов. Да, при том, что очень важно, ценностей много. И одна ценность не может быть сведена к другой. Кадмус говорит, что вся проблема современной культуры в том, что существует иерархия, подобно тому, как в божественном мире монотеизма есть начальник, который, соответственно, управляет всеми остальными богами, точно так же в современном мире существуют определенные ценности, которые главнее других, всех прочих. Он, в частности, приводит, отталкиваясь от Вебера, от Макса Вебера, он говорит о существовании различных сфер ценностей, о существовании различных сфер, так скажем, просто общественных сфер, если угодно, капитала и, соответственно, различных видов капитала. Он говорит, что финансовый капитал, который подчиняет себе все, вот вы видите результат. Если от финансового капитала будут независеть какие-то сферы ценностей, допустим, образование, политическая власть и так далее, соответственно, накопление капитала на это просто можно будет смотреть, как на некое хобби. И, соответственно, сама проблема, допустим, как сказать, накопления, чрезмерное накопление капитала в одних руках не будет представлять особой проблемы. С позиции высокого язычества, пишет Карнус, политика есть процесс снискания коллективного блага от множественности сфер ценностей и переговоров в ходе неизбежных и не всегда имеющих негативные последствия конфликтов между сферами ценностей. Нам удается быть мудрыми лишь той степени, в какой мы коллективно будем вовлечены в процесс совещания и какую мы извлечем пользу из признания других, призваний других, vocation of others. Это в особенности важно, поскольку, как было сказано, языческая метафизика предполагает неизбежность конфликта. Цель заключается в том, чтобы конфликт между различными способами жить, божественными повелениями, ценностями и так далее, был настолько продуктивным, насколько это возможно. Ну, соответственно, исходя из этого, Кадмус говорит о том, что мажоритарная демократия, то есть демократия, где решения принимаются большинством голосов, является, по сути, тиранией и скрытой формой угнетения, что единственный допустимый и подлинный демократический процесс в мире полным богов – это демократия консенсуса. То есть все должны прийти к какому-то среднему знаменателю, все должны на что-то решиться. Пускай это будет не устраивать всех, никакое решение никогда не является окончательным. По крайней мере, самое главное – это держать этот баланс между различными сферами ценностей. Точно так же, как необходимо сохранять этот баланс богов. Да, я заканчиваю. Собственно, какой я из этого делаю вывод из всего? Пока никакого. То есть это явление, на которое надо смотреть, которое надо изучать. То есть очень много, что можно сказать о современном политеизме. Мне очень часто кажется, когда я смотрю особенно какое-то кинопроизводство, что мы уже давно живем в этом мире. То есть начиная от какого-то ночного дозора и заканчивая какими-то марвелами. То есть это мир, где действительно нет доминирующей ценности, где нет начальника. А если он и есть, то это что-то совершенно невообразимое. То есть что-то совершенно он там не должен быть. И об этом надо, я думаю, об этом надо думать. Но об этом должен думать философ, а я, к сожалению, не философ. Если как бы как исследователь язычества, это скорее такой метафорический вывод, который не надо воспринимать чуть-чуть всерьез. У язычников началась апологетика. То есть кончилось время мужей апостольских, и пришли апологеты. То есть там где-то уже патристика, видимо, на горизонте, учитывая, что как бы сейчас все быстрее происходит. Потому что это... Ну и формирование некой ортодоксии, то есть если проводить параллели с ранним христианством. Во всяком случае, это очень на это похоже. То есть вот сама динамика, она как-то удивительным образом развивается так. Спасибо. Собора будут? Да. Собора будут вселенские. Боюсь, как бы ни были. Спасибо большое за доклад. Спасибо. Здравствуйте. Спасибо большое за доклад. Очень интересный. И вот я буквально вчера представлял тоже здесь доклад про неуязыческое направление в России, про такой небольшой кейс кеметизма. И многое из того, что вы говорите, по сути, оно похоже на эти дискуссии, эти дискурсы, которые происходят в рамках даже то, что я смотрел, видел, кеметизм. Например, вот эта дискуссия о, ну, у меня такой комментарий, как бы, да, вот, о политеизме, да, о прямо вот даже те, скажем так, религиозные специалисты, с которыми я говорил, там, жрецы, указывают, да, на то, что тенденцию к манизму в западной культуре и о том, что, как бы, они-то хотят по-другому делать. У них действительно многобожие, и они это подчеркивают. И одновременно у них там часто возникают дискуссии о том, например, можно ли жречествовать большому количеству богов. И все, как бы, ведущие деятели такие говорят, что да, конечно. Ну, они своим примером, собственно, показывают жречество нескольким богам. Вот. Так что такой вот комментарий, наверное. Ну, и много таких похожих тенденций. Например, вот то, что в конце говорили, вот, про ортодоксию. Ну, они в данном случае говорят про ортодоксию, потому что это, как бы, только формирующееся сообщество. Им нужно еще, как бы, сферу и практическую, как бы, вот эту ритуальность сформировать кеметистам. Ну, и такой, наверное, небольшой вопрос. Как вы думаете, насколько вообще все эти дискуссии, дискурсы актуальны для российского неюзыческого сообщества, и как они вообще ведутся и реализуются? Спасибо большое. По поводу дискуссий, насколько актуальны для языческого сообщества именно в России, мне кажется, что они актуальны не очень, потому что языческое сообщество России, оно совершенно по-другому построено. То есть здесь совершенно другие проблемы. Главный вопрос русского неюзычества вообще – это достаточно ли мы аутентичны? Или достаточно ли они аутентичны? Все. То есть это главный, это урфрага. То есть все. Притом на него, естественно, никакого финального ответа нет. Могут показывать пальцем, они не аутентичны, могут рвать на себе волосы, мы не аутентичны. Но всегда вот это вот главное. А сколько там богов? Это уже дело 20-е. Никому не важно. Ну, по крайней мере, вот так получилось. Но вот то, что вы сказали, вы имеете в виду, конечно, питерских кеметистов, Людмилу Проговой и так далее. Они, поскольку это кеметизм, который к нам импортирован из Америки, с Запада, хотя он сразу же, как и все на нашей земле, сразу же приобрел свои неповторимые черты, для них, в принципе, это актуально. Тем более, что они полемически выстраивают себя визави других таких же импортов. Вика, Телема и так далее, и так далее. Которые, наоборот, архетипалистичны, которые, наоборот, как бы тяготеют к тому, что называли нью-эйджем. То есть такое более аморфное представление о божествах. И, конечно, для них, я думаю, это актуально. То есть и понятно почему. Вот в силу генеалогии. Так, еще один вопрос из зала. Ольга, пожалуйста. И один онлайн. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот вы рассматриваете, я так поняла, исключительно леволиберальный политеизм. Есть ли какая-то, назовем это так, политеистическая дифференциация? Или, может быть, вы с этим сталкивались или наблюдали? То есть, грубо говоря, кому поклоняются леволиберальные язычники? И кому, например, традиционалисты альтрайд? Ну вот смотрите, по поводу альтрайда это очень интересно, потому что они как раз очень консервативны в плане своих богословских предпочтений. Они как раз, в общем-то, у них, по-моему, ничего не поменялось с середины 20 века, когда вот все эти, одинизм в частности, который, ватанизм потом, это же очень иерархические системы. Там они вообще иногда себя монотеистами называют. Есть только один бог, вот он. Все остальное – это так, это его свита. Но еще там есть, может, какие-то существа, которые плохие. Яхва, наверное, тоже есть какой-то бес. Но наш-то вот он, конечно, сильнее. И его сын Тор. То есть, как бы, это нельзя назвать вот этим демократичным политеизмом. Нет. То есть, это представление о том, что во главе вселенной стоит как бы один альфач с большими мускулами и чем-то там копьем. Не совсем, они все-таки признают других богов тоже, но вот… Нет, конечно, нет, конечно. Но там нет… Слушайте, смотря о ком вы говорите, есть разные очень одинисты и ватанисты. Есть. Поэтому вас и спрашивают. Есть, нет, есть вполне себе есть, которые говорят, нет, монотеисты, единственный истинный бог, вот это он, остальное заблуждение. Есть, нет, есть те, которые более опираются на Эдду, да, то есть, соответственно, там целое вот это. Но вот чтобы политеистическое, вот подобное политеистическое повестка уходило в правый спектр, я такого не замечал. Может быть, это происходит, просто это не так заметно. Ну, как бы в основном, то есть, это вот центр и от центра влево, то есть, как бы, а вправо там немножко другое. Я поняла, спасибо большое. Так, еще один вопрос у нас онлайн. Павел Дмитриевич, пожалуйста. Павел Дмитриевич, пожалуйста. Включите звук, пожалуйста. Да, не слышу. Мы вас не слышим, к сожалению. Угу. Может быть, текстом тогда мы зачитаем? Да, конечно. Сторону, хотя близко связанной. Политеизм политеизмом. А вот возможен ли, с вашей точки зрения, языческий монотеизм? И есть ли какие-то движения, которые вот с подобной позиции выступают? То есть, есть много богов, но не как бы иллюзии или абстракции или проекции какого-то единого? Да, это на самом деле, это вот эта та самая позиция некоторых архетиполистов, которая когда-то, долгое время, она была едва ли не мейнстримной, едва ли не основной. То есть, все, допустим, веканские авторы и авторки, они так или иначе подчеркивали божественное единство. То есть, может быть, божественную какую-то двоицу, но, допустим, если мы берем феминисток, уж феминистки-то точно, богиня одна. Ну, много ликов, потому что, ну как, по слабости человеческой природы. Вообще она одна, единственная, неповторимая. Она из себя все родила. Ну, бога тоже родила, но бог ей подчерен. В этом-то вся суть. То есть, нельзя как бы... Нет. То есть, это очень такие монотеистические тенденции, и они долгое время, они были абсолютно... То есть, они были абсолютно нормативными. То есть, это такая мягкая ортодоксия, но она присутствовала. То есть, это было неважно. То есть, никто там не заставлял тебя подписывать кровью, что верую во единую, ля-ля-ля, святую и так далее. Но вот как-то было. А что касается правых, опять же, язычеств, довоенных, до Второй мировой войны. То есть, то, что было в Германии, то, что было в Прибалтике, то, что было в украинской диаспоре, это все монотеизм. То есть, это все при том настаивание, нет, мы не многобожники. То есть, отчасти это потому, что нельзя было сказать в приличном обществе, а знаете, я многобожник. Потому что, ну, еще правил Фрезер. Кто такие многобожники-политейсты? Дикари. Ну, мы же не дикари, мы пиджак носим. Писать умеем, все хорошо. Нет, естественно, это все только мифы. Ну, классические, в общем, то же самое, что там писал Порфирий, например, там, в своем третьем веке. Появился вопрос у нас. Дмитрий Дмитриевич, вопрос такой. Находит ли теоретических... Да, да, да. Ага. Находит ли в теоретических книгах язычников, о которых вы рассказывали, отражение такая тема «Скрытый политеизм внутри заявленного монотеизма» «Имеется в виду множество сверхъестественных существ, ангелов, архангелов и других?» Отличный вопрос, совершенно в точку. Там не просто содержится, а вот как раз тот, кого я пропустил, Гус Дизельга, у него огромная часть книги, он доказывает, что христиане такие же политеисты. Потому что, ну, возьмите, допустим, лютеран. Лютеране говорят, ну, там, он своих американцев... Лютеран какой бог? У лютеран бог, который любит людей, верит в добрые дела более или менее и принимает геев в церковь, то есть там вывешивает радужный флаг. А у южных баптистов какой бог? Мстительный, который никаких добрых дел, значит, не принимает, только баптисты спасутся и так далее, и так далее. Геев он ненавидит и голосует за республиканцев. Это разные боги. Они называют одним и тем же именем, но это разные боги. А у квакеров бог – это вообще внутренний свет, которого необходимо почитать, значит, собираясь и молча. Это разные боги. И, что самое главное, он говорит, они сами это понимают, потому что квакер не идет к баптисту, лютеранец, соответственно, не идет к квакеру. То есть получается, что это политеизм. То есть богов-то, оказывается, и здесь много. То же самое он проводит как бы с... Ну, по крайней мере, вот такая вот стратегия, то есть такое мышление у, в общем-то, образованного человека. Он там работал в Беркли много где, преподавал, читал политологию. Совершенно понятно. То есть тоже вот эта вся литература, это же очень лакомый кусок для, как сказать, для профессиональных агитаторов, вот христианства и так далее, и так далее, потому что это очень легко деконструировать. То есть я думаю, тут как бы специалисту будет просто. Ну да, такое есть. Буквально минуточку. Так получилось, что я тоже в ту тему хотела вопрос задать. Бытовые, культурные какие-то традиции, например, пойти на кладбище, помянуть предков, но это считается как поклонение предков. И это тоже является определенной культурной традицией, вписанной в христианство или там вообще просто бытовые традиции. Это же считается тоже как языческими практиками. Ну, как бы смотря у кого, в данном случае, здесь вот в этих сочинениях тут не идет такая апелляция именно к народным формам религиозности. То есть это все-таки более теоретическое такое мышление. Но вот близкие к авторам, которых я рассматриваю, особенно к Адмусу, там сложился целый такой блок анархистов, леваков и так далее, которые как бы под знаменем политеизма ходят. Для них зачастую реконструированные древние веры, эллинистическая, современная, скандинавская, они оказываются слишком безжизненными и головными. Они говорят, нет, надо преподать к народной религиозности, как она есть. То есть нужно идти на село, где оно еще сохранилось. Неважно, там святые это, не святые. То есть вот эта живая религиозность, которая как бы в своей основе, в основе жестов религиозных, она не меняется. Она не меняется там с эпохи неолита минимум. То есть вот к этому надо преподать. И так мы, соответственно, узнаем о наших богах. А то, что там этих богов зовут, там не Одина, там зовут, не знаю, святой такой-то, это уже дело 20-е. Главное, что это связано с землей. Главное, что это связано с сельскохозяйственными циклами, а не с городом проклятым, не с библиотекой проклятой, не с проклятым капитализмом и техникой. То есть вот как бы мысль такая. Это во Франции, например, развита, в Америке так чуть-чуть. Есть такое. Спасибо большое, Дмитрий Дмитриевич. Спасибо. Еще раз вас благодарим. Спасибо.